Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Трума. Наша недельная глава подробно рассказывает о строительстве храма, переносного храма Мишкана. И начинается она того, что Всевышний говорит, чтобы Маше попросил евреев, чтобы каждый дал пожертвования на постройку храма. И вот материалы, которые нужны, золото, серебро, медь и так далее, это о чем говорит наша недельная глава. Ну тут вспоминается старая Майса еврейская, даже две Майса, которые я постараюсь рассказать. И так, одна Майса говорит так, что у человека, у нееврея, очень его постоянно обворовывали, и он уже не знал, как спастись от воров, что он не придумал, его обворовывали. Тут у него был сосед еврей, и он говорит, слушай, а тебя не обворовывают? Он говорит, нет, меня не обворовывают. Он говорит, а как же, у вас, наверное, какие-то еврейские штучки есть? Он говорит, да, у нас есть еврейские штучки, мы ставим мизузу, которая охраняет еврейский дом. Он говорит, а можете продать мне такую мизузу? Он говорит, да, можете купить такую мизузу Он поставил эту мизузу, но через несколько дней он приносит эту мизузу ему обратно и говорит, нет, спасибо Он говорит, что спасибо? Он говорит, тебя обворовали? Он говорит, нет, меня не обворовали Но каждый день с того момента, как я поставил мизузу, в мою дверь начали стучать и просить у меня разных пожертвований Так что поэтому лучше уже пусть обворую, чем каждый раз нужно что-то отдавать самому Итак, наша недельная глава говорит как раз о пожертвованиях, которые должны были были евреи дать для того, чтобы построить эту Скинию Завета, этот передостной храм, и в этом начинается рассказ нашей недельной главы. Но прежде чем мы пойдем дальше, хотели бы задать вопрос. Мы знаем, что Скиния является прототипом храма. И был Иерусалимский храм, который Иерусалимский храм, и мы с вами прекрасно понимаем и знаем, что каждый еврей три раза в день молится, и он куда обращает свои взоры? В сторону Иерусалима. В сторону Израиля, когда он находится не в земле Израиля, а в Израиле в сторону Иерусалима, в Иерусалиме в сторону там, где стоял, с Божьей помощью будет стоять Иерусалимский храм. Именно в это место человек должен обращать свой взор, в это место он должен поворачиваться, когда он молится три молитвы в день. И тут у нас с вами должен возникнуть вопрос. Какая связь? Какая связь нашей молитвы с направлением, куда мы молимся? Ведь мы понимаем, что молитва это духовная вещь. А что не в Иерусалиме, не дай бог, нет Всевышнего? Конечно есть Всевышний. Тогда какой смысл нам обращаться именно смотреть в Иерусалим, именно в сторону Иерусалима? Мы же можем посмотреть в другую сторону или обратить просто к небу, и мы знаем, что Всевышнего наполняет всю небо и землю, и нету места, где нету наполнения Всевышним. Так зачем нам нужно обращаться именно лицом к Иерусалиму? Это выглядит как-то нелогично, неправильно на первый взгляд. Да, конечно, есть объяснение, что Иерусалим самое святое место, и там проявлялся Всевышний, и от того, что там самое большое раскрытие, именно потому что там самое большое раскрытие, мы обращаем свой взор именно туда, потому что мы верим, что все молитвы происходят и поднимаются через это святое место, через место наших праотцов, через место в Иерусалиме и все остальное. Но тем не менее, мы прекрасно с вами понимаем, что Всевышний находится везде, как пишется, и возвал я тебя с глубин, и ты услышал мне, и ты ответил. Так что почему же тогда у нас такая неразрывная связь с местом? И это как бы напрямую относится к нашей недельной главе. Не только этот вопрос, мы зададим более глубокий вопрос. Зачем Всевышнему, чтобы мы ему построили какой-то храм, какой-то материальный храм из материальных вещей, из простой материи, да? И эта материя там, где он будет обитать и там, где он себя будет проявлять. Как могут вместить, то, что было непонятно нашим мудрецам и нашим праведникам, как стены, как какие-то материальность может вместить Всевышнего, который в принципе не ограничен и нематериален. Зачем это нужно, вот это вот ограничение для Всевышнего, в которое он сам себя загонит в эти рамки и будет раскрываться в этом мире именно в Иерусалимском храме? Еще больше вопрос, который мы задаем, ведь раньше, до этого момента, пока не был Иерусалимский храм, мы могли приносить жертвы в любом месте. Но как появился Иерусалимский храм? Запрет нам приносить жертвы не в храме. То есть это отдельный вопрос, мы сейчас на него не будем обсуждать, но мы будем говорить, что была возможность это делать до существования храма не в храме, потому что Всевышний находится в каждом месте. Так что изменяется именно с постройкой храма и зачем Богу вообще нужен храм, зачем Богу нужен дворец, в котором будет раскрываться, когда его невозможно, чтобы что-то уместило вообще. Тут хотелось привести очень интересный пример, да, то есть это любят говорить, говорили когда-то на курсе религиозного атеизма, да, помните, когда на религиоведении это не было, это был атеизм. И там говорили, может ли Бог сделать стену, через которую сам не сможет перейти. Это такой был вопрос с заковыркой. Если он скажет может и сам он через нее не сможет перенести, значит он не всемогущий. А если он скажет, что не может, значит он не всемогущий, потому что он не может сделать эту стену. То есть понятен вопрос, если он сам ее сделал и сам через нее не может перепрыгнуть, значит перейти, значит он не всемогущий, потому что он не может перепрыгнуть через ту стену, которую он сделал. И наоборот, если он не сможет сделать, значит он не всемогущий Понятно, что этот вопрос можно обсуждать только с пониманием Когда мы ограничены, мы можем думать только материальными рамками То есть для нас весь мир материален и он ограниченный Для нас невозможно нашим мозгом осознать, что такое неограниченность Всевышнего То есть, к примеру, представьте себе роторный комбайн Он огромнейший роторный комбайн, который уголь когда добывает, это громаднейший У него есть куча-куча преимуществ, потому что он огромный Но с другой стороны, у него есть недостаток, потому что он огромный То есть есть недостаток, то что он маленький, то что он большой И есть преимущество, то что он большой, благодаря этому И поэтому здесь есть две несомнительные вещи Когда мы берем любую материальность, мы уже ограничиваем что-то Потому что любая материя, она по сути, по природе, она имеет конец, она ограниченная Всевышний находится выше границ И поэтому его засунуть в какие-то рамки, будь то храм или еще что-то, является как бы ограничением самого, даже если он сам себя ограничил. Но ответ на этот вопрос очень интересный, потому что да, Всевышний может сделать такую стену, потому что он выше границ, поэтому он может сделать стену. И когда он захочет, он не сможет перейти. Когда он захочет, он да, сможет перейти, потому что он, материя его не может, он выше этой материи. Поэтому он да, может, если он захочет, потому что он может как бы обвлечься в самом деле и не обвлекаться, то же самое, как он может сделать наоборот. Поэтому здесь по иррациональному уму очень сложно понять, потому что мы привыкли мыслить рамками ограниченными. Для нас невозможно представить, что есть что-то, что не ограничено. Это как представить роторный комбайн, который имеет размер и не имеет размер. И именно здесь и кроется ответ на наш с вами вопрос. Итак, вопрос, зачем безграничному Богу обвлекаться в материальный ограниченный мир? Именно потому, что только через обвлечение в материальный ограниченный мир Всевышний может проявить себя и раскрыть себя, чтобы мы по-настоящему ощутили, насколько он безграничен. Именно через наш материальный мир можно увидеть, что он выше этого границы, этого материального мира. Именно благодаря существованию нашему материальному миру мы можем обнаружить, насколько Всевышний стоит выше всех ограничений. Только благодаря бесконечному Всевышнему есть сочетание, вернее объединение конечного и бесконечного. Потому что мы не можем представить, как можно объединить конечное и бесконечное, как может в себе сочетаться две противоположности. Только Всевышний может сочетать в себе две противоположности. И это есть на примере храм. Пишется, что храм имел точный размер, то есть святая святых имела точный размер, с одной стороны. С другой стороны, мы пишем, что Арон Акодыш, то есть Святой Шкаф, то есть Ковчег Завета, он имел размер, но он не имел размер. То есть, когда замеряли размер, то видели размер Арон Акодыша, когда замеряли размер самого помещения, то видели, что нету размера. То есть, мы видели, что как именно превращение ограниченного в неограниченное и обратно, то есть сочетание двух качеств, которые в принципе не могут сочетаться. Это можно было видеть только в Святая Святых. Кстати, очень интересный вопрос, почему были коины, которые не были достойны для служения храма, и тем не менее, они даже подкупали, делали подкуп, чтобы их пустили служить в храме Святая Святых. Их спрашивается, почему, ведь они там умирали, потому что они хотели ощутить и увидеть вот эту безграничность Всевышнего, потому что именно там они видели сочетание материального и нематериального. Если мы возьмем еще глубже, мы знаем, что деревья, которые были подарены в храм, то есть золотые деревья, начинали в храме расти, то есть начинали давать плоды, то есть это не сказка в стране дурагов, а на самом деле так и было. То есть пишется, поления, которые приносили, уже срубленные поления, начинали цвести, и священники должны были их срезать, чтобы эти сучки, которые появлялись на них, и эти побеги. И то же самое мы видим со всем, что говорили, ворота храма были живые, они сами открывались, сами закрывались, они сами определяли, когда нужно сделать, чтобы не было то, что Леавдель происходило в Акабе, что когда туда заходит громадочное количество народа, начинается давка, святые, ворота святого храма сами чувствовали, они видели, что уже может начаться давка, и не закрывались. Еще один очень интересный момент, что пишется, наши мудрецы сказали, что не было человека, который сказал, что ему было узко и неудобно в храме, потому что не было места, то есть не было узко и неудобно. Если мы возьмем даже наше 770, мир, куда там съезжаемся мы раз в год, и Божья помощь, когда закончится пандемия, мы опять туда поедем, на кино со шлухим, на съезд шалехов, тот, кто туда заходит, он понимает, что когда туда набивается громаднейшее количество людей в маленьком месте, то это чудо, потому что тебя носит, надо отойти три шага назад, тебя носит три шага назад, мы видим, насколько это мало места, мало пространства. В храме пишется, что с другой стороны выглядело похоже, но при этом, когда молились молитвы Йом-Кипур, и мы знаем, что в молитве Йом-Кипур есть места, где нужно упасть ниц, и люди стояли вплотную-плотную, и невозможно было двинуться, то в этот момент, когда надо было упасть ниц, возле каждого могло упасть еще три человека. То есть пространство не существовало, оно растягивалось. То есть Всевышний сделал в храме сочетание ограниченного и неограниченного, сочетание гвуль и блигвуль, сочетание того, что мы не можем в принципе вообще осознать и понять, как могут противоположные вещи так соединяться. И в этом кроется ответ, почему мы обращаем свое внимание именно в наши взоры на Святой Иерусалим, именно взоры на святая святых. Потому что так как в святая святых проявлялось такое раскрытие, то наша молитва, которая является духовно, должна облекаться в материальную сторону. Мы хотим, чтобы свет Всевышнего, который льется в этот мир, облекся в материальность, в материальные вещи. И поэтому наше отношение именно такое, что мы знаем, что именно оттуда вся духовность соединялась в материальность, и соединение ограниченного и неограниченного происходило именно в том месте. Это точка, это поцелуй Бога, то есть, как мы называем, точка, в котором есть соединение одного с другим. И это то, что мы говорим, что когда мы молимся и мы обращаем свой взор к Иерусалиму, к святая святых, каждый еврей должен понять и ощутить, что он, именно он, должен спустить святость Бога в этот материальный мир. Не просто спустить святость Бога в молитву, в Тору, даже в свой дом, а вынести ее дальше. Он должен осветить весь материальный мир, показать, что весь этот материальный мир – это одна большая иллюзия. Это именно наш материальный мир. Он, его материя, она также является тоже частью безграничного Всевышнего, который облекается в это. И поэтому, облекая это вуль-блигвуль, то есть, это ограниченное и неограниченное, мы выполняем задумку, ради которой Всевышний нас с вами сотворил. И здесь хотелось бы вспомнить вообще, что из себя представляет храм. Почему при приходе Машеха нам нужен храм? Почему мы просто сейчас не можем приехать и построить храм? Я помню, что когда были какие-то олигархи, они были возле стены плача еврейские, они сказали, мы в принципе можем, без проблем сейчас у нас хватает и золота, и серебра, мы все можем отстроить, мы можем построить храм идеальный. Так почему же не взять и не построить? Потому что, чтобы взять и построить, в храме должно соединяться вот эти две вещи. А чтобы они соединялись, должен прийти Машех. Потому что Машех, это царь помазанник, его связь с тем, что мы должны понимать, что мир произойдет глобальное изменение. Что значит глобальное изменение? Святость опустится в наш мир и будет раскрываться в нашем мире. К примеру, мы можем это видеть в храме, что во времена существования храма, даже не в храме, человек, который вел себя недостойно, он получал по голове, он сразу наказывался. Человек, который вел себя достойно, он хорошо вознаграждался. Человек, который давал сдаку, сразу обогател. Человек, который делал другую вещь, сразу происходило. Мы видели причинно-следственную связь. Мы видели, что Всевышний действительно находится в своем жилище, и не только в храме, как мы пишем, и будем оплетать среди вас, среди каждого человека, как объясняет Хасидут, в каждой душе еврейской. Что мы видели действительно, что Всевышний обидал в этом мире. Мы спустили Всевышнего в этот мир и раскрыли его в этом мире. То есть он и так до этого находился там. Но раскрытие произошло благодаря этому. И поэтому, когда есть такое раскрытие, есть храм, то есть есть прообраз храма. И храм может существовать только когда, когда мы удостоимся, или Всевышний решит, что уже пора. И тогда произойдет новый период. Как мы знаем, что одно из испытаний, которое проходило там, когда женщина проходила испытание, тоже раскрывалось. То есть это все начало проходить с того момента, когда мы не удостоились, когда мы своими грехами сделали так, чтобы Всевышний не захотел больше раскрываться в этом мире. Или раскрывается там не полностью, или сокрылся, поднялся, как бы отделился от этого мира посредством наших грехов, наших вещей. И посредством наших праведников это возвращается обратно. То есть, как пишется, мы знаем, известный Моамар, Батя Лагани, который мы читаем, который говорил предыдущий Рэбе, и он начинал с этого Моамара, он закончил этим Моамаром. И Рэбе наш любавческий начал с этого Моамара. Он говорит, что было семь спусков, которые совершили наши праведники, чтобы сначала наша шхена, божественное присутствие находилась в нашем мире, но посредством различных грехов, начиная от Адама, Каина и всех остальных, оно поднялось, это божественное присутствие, оно не захотело раскрываться в нашем мире и отдалилось это раскрытие. И после определенного момента, как мы говорим, что происхошло, Всевышний, наши праведники, Абрам, Ицхак и Аков, спустили в наш мир эту святость обратно. Пишется Маше, он был седьмой, а каждый седьмой он особый, и он спустил, это мы увидели в даровании Торы, это поцелуй Всевышнего еврейского народа, это было дарование Торы. И здесь мы видим, что в даровании Торы это совсем раскрылось. И после этого, как бы опять были грехи наших поколений, и после этого пришли наши праведники, наши Рэбеи, которые спускают в этот мир опять эту святость, и мы видим, что наш мир все становится чище и чище духовно, хотя мы это, может, не замечаем, но мы знаем, что посредством той работы, которую они делали, которую спускали в этот мир, наш мир становится чистым, и с Божьей помощью наш мир будет готов к приходу Машеха, и тогда мы все сможем увидеть наш храм, не только материальное здание, а здание духовное, потому что если построить материальные рамки, это будет как тело без души, тело без души, это мертвое тело, то есть оно не смогло бы вести и проявлять то, что оно проявляет. И поэтому, благодаря тому, что это произойдет, и придет Машех, и происходит в этом мире, и тогда это будет действительно храм спуститься с небес, как говорится, что есть несколько мнений, храм спустится с небес, или что, с одной стороны пишется, что евреи должны построить храм, с другой стороны мы знаем, что Всевышний спустит, и говорит, что это будет, что храм спустится, там только достанется с небес, но нам надо будет сделать какое-то действие. И как говорит Рэба предыдущий, что надо начистить пуговицы при встрече, а Ренаш Рэба говорит, что осталось только разрезать ленточку. Что само разрезание ленточкой это и есть завершение строительства. Мы просто завершаем строительство. Поэтому с Божьей помощью мы ждем того момента, когда мы увидим наш с вами храм в Святой Земле.